Я очень там сильно удивлена, потому что как бы книги в одной серии с разным рейтингом. Друзья, всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace. Хочу поделиться с вами сегодня своими книжными покупками за август. И заодно объявить об окончании этого книгопокупочного детокса. Я раньше думала, что у меня все плохо, что книги не читаются, полки заполняются, я плохой книжный блогер и тому подобное. Потом я увидела, что, блин, за два с половиной дня Ghost Grave вполне себе нормально читается, что со страниц на минуточку. И, камон, зачем себя ограничивать, если мне нравится покупать книжки? Столько нового всего классного выходит. Короче, в бане детокс, да здравствует книгопокупочная эра, снова на канале, ура, товарищи. Тем более, что буквально вот на днях я себе прикупила около 9 килограмм новых книг, поэтому да, в бане детокс книжные покупки. Поехали. Ну, друзья, маленькие плюшки перед покупками. Рассказываю хорошие новости. Дело в том, что я стала амбассадором настоящим одного очень крутого бренда из Санкт-Петербурга. Попробую за него топить, долгать его в массы, да. Это мастерская концептуальных украшений VavVav. Мы с ними дружим уже больше года, еще когда у них не было пинов из металла, а теперь у них, кажется, будут две коллекции пинов из металла. И к тому же у них обновленная коллекция бросальтов вышла, друзья. Вот. Это очень-очень круто, я вам скажу. То есть, ребята, VavVav, они каждый раз обновляются, меняются и работают над собой. Не просто выпускают значки, как бы и значки, да, хорошо. Но каждый раз новый концепт, новые идеи, новый дизайн. Да, все это дизайны, они оригинальные, друзья. Я очень рада вам их представлять, как их амбассадор. Yes. И дарю вам, своим зрителям, скидку постоянную, навсегда. Book 20. Друзья, 20% на все на сайте. Так что ныряйте, заказывайте себе. Вспомните, я вам их поближе сейчас покажу все. Что мне особенно нравится у VavVav, это то, что у них в каждом украшении есть определенная идея. То есть, будь то отдых, будь то мечта, будь то самопринятие, будь то просто визуализация какого-то желания. Это очень здорово, то, что они минималистичные, не вычурные и сделаны очень круто. То есть, я за качество прям ручаюсь, ручаюсь, ребят. Я очень недовольна, я уже давно их сама лично ношу. И поэтому для вас сделала конкурс и на ютубе, и в инстаграме. Надеюсь, что вам понравится. Буду разыгрывать целых два комплекта, вот вам их две фотографии. Один на ютубе, другой в инстаграме. В инстаграме вам ссылочку прикрепляю в описании к этому ролику на ютубе. Пожалуйста, просто укажите, что вы участвуете в конкурсе. Поздравьте меня с тем, что я стала амбассадором очень крутого бренда. Я сама очень довольна, очень рада их толкать в массы, потому что ребята достойны большей аудитории. Короче, все-все условия по доставке, по времени проведения. Будут длиться конкурсы, думаю, около недели и там, и там, и на ютубе, и в инстаграме. В общем, продублирую вам их в описании к этому ролику, друзья. И напоминаю вам, что работает промокод BOOK20. Даст нам скидку в минус 20% на все. В магазине вам-вап на все-все украшения, какие пожелаете. Так что заходите, ныряйте и затаривайтесь, друзья. Итак, моя первая книжная покупка, она у меня серийная. В принципе, знаете, что все это видео, это сплошные книжные серии. Ну, за маленьким исключением в виде психологии. Просто дело в том, что я для себя решила окончательно книжные серии читать подряд. Не размазывать их маслом по всему году, а то и по годам раньше. То есть, да, раньше делала так. Я книгу надкусывала одну либо две в серии, откладывала, читала другое. Серия остывает, не заканчивается, какого хрена спрашивается. Теперь я книги читаю подряд всю полностью, ну, по крайней мере, вышедшую серию. Друзья, наконец-то ведьмак на канале. Да. И я себе решила его прикупить именно вот в этой серии с иллюстрациями. Первая часть у меня в моей рабочей стопочке чуть подальше на столе. И я себе прикупила еще оставшиеся, ну, оставшиеся следующие. Короче, первые четыре части. Вот. Я очень долго думала насчет серии. То есть, в каком издании брать ведьмака? Наболевший вопрос. Я полагала, что я возьму серию Мастера Фэнтези и Двутомник с Геральдом и Цири. Потом вспомнила, что, блин, это же Талмуд. По-любому мелкий шрифт. Ну, как бы, да. Особо неудобно для чтения, поэтому я решила взять его в отдельных томах. И выбрала себе издание с иллюстрациями. Вот. Тем более, пока были скидки, оплатила себе вот просто такие оставшиеся 3-4 книги. По поводу этой серии многие ругаются. Я, в принципе, их понимаю. Потому что выбор иллюстраций, он спорный. Очень даже. Муж, в принципе, психанул у меня из ведьмака. Особенно вот здесь. Ну, как бы, да. Ведьмак здесь такой немного эксцентричный получился. И, тем не менее, мне это особо глаз не режет. Мне было главное, что это красивое издание. И корешок, и обложка, и, в принципе, листы белые и абсолютно непрозрачные. Очень классное оформление, особенно вот здесь. Ну, ребят. По поводу иллюстраций, они здесь черно-белые. Специфичный стиль на любителя абсолютно. Но мне нравится. В целом смотрится органично. Классно. И издание неплохое. Вот. Так что те, кто ждал, кто спрашивал, кто вопил по этому поводу, ведьмак, чуваки. Читаю первую книгу. Скоро возьмусь за остальные. Дальше, друзья. Психология. Елена Друма и ты сама себе психолог. Книгу впервые увидела у Алисы Демой в инстаграме, в сториз. Там она проводила классный интерактив, где разбирала одно из упражнений этой книги. То ли персонаж, то ли героиня. Уже не помню. Потом, в принципе, вам подробнее расскажу. Суть такая, что вам и мне, и любому человеку, так или иначе, в детстве нравился какой-то персонаж. В мультфильме, в истории, в сказке. Неважно. И так или иначе, он вас восхищал. И вы как-то посознательно копируете его поведение и образ жизни. И получается, что по психотипу вашего любимого героя можно и вас тоже очень многое рассказать. И поначалу я очень долго доставала Алису, мол, а скинь то, а скинь то, а скинь то. И как бы неловко получилось. И, в общем, да, решила сама ознакомиться. Ещё, что меня, в принципе, привлекло больше всего на аннотации, это то, что автор разбирает три аспекта жизни. То есть, прошлое, настоящее и будущее. Вот не знаю, как в психологии, а обычно в этих, знаете, мотивационных книгах «Оставь прошлое в прошлом», типа Куна Матата, да, и всё это будет зашибись, поверь в себя и тому подобное. И, блин, как я могу поверить в себя, наслаивать на свои комплексы, их шкаф утрамбовывать? У нас здесь автор, получается, нам говорит, что прошлое – это наш фундамент. Нужно сначала его починить, реконструировать, потом возвести стены настоящие и сделать окна для будущего. По-моему, подход классный. И по поводу издания, оно, на самом деле, очень крутое, очень приятное, тактильное, и мне нравится её цвет. Кстати, мне и нравится, что здесь есть упражнения, где можно, в принципе, в самой книге работать, их заполнять. Здесь интересный шрифт. Не знаю, находка ли это автора, либо верстки, но здесь чуть жирнее, чем обычный шрифт. На самом деле, это хорошо, потому что я пока что читала мелкие тексты, книга немножко подзадолбалась, здесь как бы всё хорошо видно. И есть, опять же, всевозможные схемки, таблички для заполнения. Единственное, в чём проблема, такая небольшая, не очень приятная, то, что здесь прозрачная бумага. Вот, немного прозрачная, но в целом это не фатально. И ещё, что я узнала уже, когда книгу заказала, когда она ко мне пришла, буквально вчера в Лабиринте, то, что Гелена Друма, она блогер-полумиллионник в Инстаграме. Я на неё не подписана, поэтому буду книгу просто как книгу автора рассматривать. И более подробно расскажу вам о ней уже, наверное, через недельки полторы, либо две, потому что у меня уже одно прочитанное собралось. Вот, друзья, ждите. Дальше. Эти две книги я очень сильно ждала в субботу, но они не пришли. И я с горем начала читать Газгрейв. Вот, почти дочитала, да, ребят. Но, наконец-то, до Костелка ко мне пришёл. Его третья часть и четвёртая часть. Цикл о потерянной магии. Я вам его нахваливала очень долго и упорно в своих 24 часах чтения. И это очень странно, потому что я вам, в принципе, даже в прочитанном, я первый не успела рассказать, уже второй пришла. И вот такая вся, о, ребята, это классно. И выкупила себе продолжение. И вы всё-таки, наверное... Я всё понимаю, поэтому давайте я вам маленький экскурс в историю всё равно введу. У нас есть главный герой Келлин. Он живёт в общине Джетеп. Джетеп — это, по факту, те, кто владеют магией. То есть народ, который эту магию держит в себе. С раннего детства, буквально после рождения, им там наносят особой родой татуировки на предплечье для того, чтобы их зажигать и призывать магическую стихию себе в услужение. Там у них работает магия огня, железа, шёлка, песка. Дыхание и крови. Там они по-разному комбинируются. Это очень круто на самом деле. И получается, что у нас главный герой Келлин на момент первой книги. Он подходит к своему 16-летию. А по закону их общины, тот, кто постигает 16 лет, должен сдать три задания, обрести магию и доказать, что он истинный маг своего клана. Типа того. Но ещё у них есть и Шетеп. Шетеп — это те, кто магией не обладает. И, по факту, они слуги. То есть слугами может стать кто угодно вообще, в принципе. То есть, допустим, выросли сестрой, сестра магию взяла, её доказала, вы — нет. Вы становитесь Шетеп и можете служить в её доме прислугой. То есть, по факту, в этом мире всё-таки сильнее магия, чем кровные узы. Вот. Это важно. И как раз-таки Келлин подходит к своему первому испытанию, буквально с самой первой главы, в первой книге «Творец заклинаний». И получается, что он не обладает никакой магией, по этому поводу очень сильно парится, как бы часики тикают. Шестнадцатилетия уже скоро, а он ещё так как бы магию свою не призвал, не доказал. И он хитростью там проводит поединок, и вот дальше начинается очень крутая товарушка. Это уже, в принципе, всё будет спойлерно. И это, в принципе, очень-очень здорово. Там Келлин знакомится с новой героиней, которую зовут Феррюс Перфекс. Она мне издалека напоминает чем-то Фло Сюна Рен, не экзотичным именем, а, в принципе, по характеру. Но в Фло Си она больше, знаете, такой камешек, а это больше уголёк, то есть больше с огоньком женщина. Да, это женщина. То есть многие думали, что это такая любовная история, нифига подобного. То есть Келлину лет 15-16, а Феррюс Перфекс ей где-то, может, 30 с плюсиком, уже там ближе даже к 40. Суть не в этом, а в том, что как между ними налаживается химия, связь, там, отношения, дружбы, в конце концов, и что там закопано в его общине, в отношениях с друзьями, это классно, ребят. То есть я поначалу думала, что это такое обычное стандартное подростковое фэнтези, об обретении, магии, пацана, где он становится там избранным и великолепным. По факту нет. То есть здесь, в принципе, есть тема о принятии своей судьбы, своей дороги и тому подобное, но это совсем другое, чуваки. И мне лично очень нравится, но подробнее, опять же, будет прочитано. Но, тем не менее, купила себе вышедшую третью часть и четвертую. И вот в чем проблема, ребята. Очень большая и, по мне, лично странная. То, что эта серия, она по рейтингу, по-моему, стоит 16, сколько я знаю, потому что там все-таки хватает и кровяки хватает, там и перестрелок, да. 16 плюс. А вот здесь, у четвертой части, 18. 18! Она в пленке. Вот, прям при вас показываю. Я очень этому сильно удивлена, потому что, как бы, книги в одной серии с разным рейтингом, типа, вот я прошла, потому что, в общем, мне два года ждать, пока я смогу эту книгу прочесть. Серьезно? Я очень по этому поводу недоумеваю. Конечно, здорово, что у меня 28, и я могу ее прочесть, но все же, что же в ней такого, прямо, ограничительного по рейтингу, скажем так? Я полагаю, что, скорее всего, здесь у нас будут какие-нибудь нетрадиционные сексуальные отношения, ну, потому что, ну, больше нечему. Те, кто не знал, в этой серии у нас есть, вышло 4 книги в переводе на русский, вообще их там 6, ну, и отдельные похвалы оформителям серии, это очень круто. Двойные карты, вот. Карта в этой вселенной играет очень большую роль, да. То есть, и магия, и фокусы, и какие-то, знаете, закрученные интриги, это очень-очень классно, ребята. Мои большие похвалы автору. Короче, очень большой аванс доверия к автору в сторону Де Костелло, в отличие от Нила Шустермана и его второй части «Женеца». Да, эта книга буквально проломила мою личку в инстаграме, мол, Аня, будешь ли ты читать «Женеца 2»? Да, ребят, буду. Вот, купила, чтобы прочитать и вам про него рассказать. И знаете, вот первое, что меня здесь смутило, это название. Какого хрена вообще «Женец 2»? Как бы я не переводчик. Я не знаю, как это дело правильно перевести, но в оригинале здесь «Thunderhead». То есть, ну, «Громовая голова» там по-другому может быть будет перевод, но «Женец 2». То есть, типа, мы не поймем, что это по оформлению продолжения первой части, я не знаю. Насколько я помню, у нас в первой части там случился некоторый надлом в системе. Надеюсь, что будет интересный переворот. И многие, конечно, хвалят «Женеца», именно эту серию, целиком. Я пока что думаю. Вообще, у меня первая часть «Женеца», она у меня шла больше в анхол. То есть, как бы прочел, да, это хорошо, та неплохо, но что перечитывать, не знаю. Кстати, вот первая часть «Женеца», и вот вторая. По оформлению это здорово, но как бы можно догадаться даже вне контекста, что это как бы продолжение другой серии. Ну, ну вы поняли. Те, кто не в теме, не смотрел мой отзыв на канале, вам ссылочку, разумеется, в комментариях оставлю, но если вы вообще не в курсе, что это такое, это подростковая антиутопия, где наш мир потерял значение смерти, только бы смерти как таковой нет. Не стареют люди, не умирают, и даже если ты сбит машина, тебя в центре соберут по частям, и заново будешь бегать по лужайке, как говорится. То есть, да, ни болезни, ни стротеи, ни голода, все прекрасно, но вот как бы перенаселение тоже грозит, поэтому выбирается особая каста «Жнецов», которая как раз таки контролирует перенаселение. Некоторые здесь «Жнецы», они благородные, они осознают свою миссию, другие этим наслаждаются, прям такие «Ох, нормально, сейчас их порежем здесь». Есть над чем подумать, но вот воплощение авторское, такое ощущение, что автор здесь стесняется прям размахнуться, знаете, вот в первой части, насколько я помню, мне не хватило именно масштабности, то есть, тема крутая, очень сложная, необычная, и с точки зрения психологии, кстати, тоже, но она как бы заключена в Янка Далте, понимаете, то есть, ему негде развернуться, то есть, можно было бы сделать прям такую мощную сагу пострашнее, помощнее, побольше, но нет, это подростковая антиутопия, вот. И, сука, я знаю, автор, ну, планировал сделать две части, но решил, что ему не хватает места, что естественно, потому что в двух частях такую тему особо не раскроешь, и он пока что, по-моему, пишет третью, друзья, те, кто ждал, спрашивал, будет ли у нас здесь трижница на обложке, посмотрим попозже. И оставшаяся, но уже полная серия. На самом деле, она была куплена больше, знаете, под скидку, скажем так, была скидка на Бух-24 вторая книга за 1 рубль, и я подумала, ну, вроде бы надо, вроде бы еще есть, что посчитать, потом подумала, да, елки-палки, я без этой серии не смогу вам снять видео отдельное, видео про лучшие подростковые серии, то есть, если я не прочту эту серию, я не буду уверена, что я перечислила все подростковые серии, которые крутые. В общем-то, купила себе еще дополнительно Море осколков, Джо Аберкромби. Вышли они у меня по-моему, было классно. И вот буквально самое первое внешнее впечатление, я полагала, что это будет гораздо хуже по исполнению. Я в целом не приверженец книг в мягкой обложке, они мне не нравятся, потому что они обычно разваливаются очень сильно, а здесь же это очень здорово, то есть, я читаю, ну, читаю, в перспективе читаю, вот, спокойно разворачиваю, книга не рассыпается. Конечно, клея не то чтобы очень много, но это комфортно, очень чтение должно в перспективе быть, вот. И как бы, да, визуал тоже здесь вперед очень хорошо. Море осколков, у нас это серия в жанре темного фэнтези на подростковую аудиторию, то есть, у Афера есть первый закон, читала первую книгу, это было просто потрясающе, и вот здесь уж очень много разных отзывов по поводу этой серии, либо это полный восторг у моих знакомых, либо это у моих же знакомых других, полный провал, и я такая, хм, это будет интересно, проверю тоже. У нас здесь серии три книги, это полкороля, полмира и полвойны, уже как бы, да, сами названия располагают, любопытно, но я больше к автору расположена в плане героев, потому что я уверена, что здесь все будет на месте и все будет хорошо. Почему? Потому что в первой части первого закона мне автор показал четыре уникальных мужских персонажа, и при этом не скатился, знаете, вот в тупой качок, герой, крутой боец. Абсолютно уникальные характеры, мотивация само собой, видение мира, поведение, класс. Я надеюсь, что автор и здесь тоже не сдуется, что здесь все тоже будет хорошо, пожалуйста. Прямо переживаю очень сильно. Но история, на самом деле, не такая уж и большая. В целом, в каждой книжке у нас здесь страниц по 300-400, то есть примерно 1100 страниц, ну, может быть, мне на недельку. Так что ждите уже в сентябре, друзья. Вот такие дела, друзья. Это были мои книжные покупки за, по крайней мере, первую половину августа. За вторую половину августа вы увидите уже на следующей, надеюсь, неделе. С вами была Аня Кобычна, и скоро мы уже увидимся. Все, друзья. Всем пока и до встречи. Продолжение следует...